Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такая тема, как тандинит. Тандинит мы будем рассматривать в призме работы с Нандролом Деканаатом. Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгала почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Очень часто люди компенсируют, да, то есть появляется болевой синдром, человек начинает компенсировать, жмет криво, соответственно, развивается асимметрия, усугубляются проблемы с плечевым суставом и так далее. Поэтому я вас всех призываю через боль не сжать. Даже если вы используете Нандролом Деканаат, даже если он убрал вам соло болевой синдром, все равно надо убирать. На от одного до трех месяцев, в зависимости от выраженности тандинита, все жимовые. И помимо того, что вы проведете противовоспалительное лечение, о котором мы сегодня проговорим, не забывайте, что в ответ на воспаление все связки всегда укорачиваются. И, соответственно, конечно, конечно, ситуация какая, что эту связку нужно растянуть. Ну, тяните переднюю дельту там, соответственно, упражнение про это я снимал, говорил. Есть множество других разных авторов, кто снимали там, проговаривали, как это лечить. Это не вопрос упражнения. Другое дело, что нам нужно понять, соответственно, а что еще нам может помочь выздороветь? Дело в том, что не совсем Нандролом Деканаат полностью убирает воспалительный процесс. Поэтому лучше использовать нестероидные противовоспалительные. Можно использовать стероидные противовоспалительные. Нандролом Деканаат можно использовать стероидные противовоспалительные. Ну, например, тот же Депроспам идеально срабатывает, очень круто. Вот. Там от одной до пяти инъекций безопасно делать, но имейте в виду, сахар катастрофический будет повышаться. Нандролом Деканаат нивелирует это повышение сахара, но, как правило, не полностью. Нужно еще что-нибудь попить из гипогликемических, как правило, после того, как вы отработали с любыми стероидами противовоспалительными, кортикостероидами. Значит, далее нам, конечно же, нужно, если мы не применяли, особенно, не смешивайте кортикостероиды, но если мы не применяли или был большой разрыв, нужно пройти еще небольшой курс нестероидных противовоспалительных, или, допустим, там немножко можно попробовать кольнуться эофилинчиком. Иногда это тоже помогает снять воспалительные процессы. Снятие воспалительного процесса – это очень важно. На мой взгляд, с эофилином крайне необходимо делать прям пару месяцев каждый день электрофорез. И это прям здесь важно. Дело в том, что воспалительный процесс скрытый, глубокий, и тендениты очень часто рецидивируют. Те, кто уже годами с тенденитом борется, напишите мне об этом в комментариях. Я думаю, что многие вспомнят, как возвращались к этой проблеме. Это такой подводный камень очень серьезный. Поэтому я и говорю, допустим, даже если вы воспалительный процесс убрали, а связку не растянули, это может привести к рецидиву. И вы снова будете, соответственно, проходить курс лечения, снова этот надролон. Минус надролона и кортикостероида в том, что они задерживают жидкость. Здесь дело не только в эстетических моментах, а дело еще в том, что когда ваша жидкость задерживается, понимаете, вы постоянно перегружаете почки, перегружаете метаболизм в целом. Не должно быть межклеточной жидкости в большом количестве. Вы не должны ходить как аквариум какой-то. Поэтому те, кто такие, ой, да я постоянно сижу на надролоне, это хреновая идея. То есть то, что вы будете постоянно сидеть на надролоне, как-то там пожизненно, это плохо. Все есть лекарства, все есть яд. Все дело только в дозе и в количестве. Поэтому надролон прекрасно помогает бороться с тенденитами. Но, но, дорогие друзья, крайне относитесь к этому серьезно. Поэтому, дорогие друзья, просто сдаем анализы, смотрим видео про надролон. Кому нужно, соответственно, и понимаем, что все это дело надо контролировать. Также при кортикостероидах нужно контролировать сахара. Да, зафиксировали это. Обязательно делаем еще раз электрофорез. Помимо этого применяем ЛФК. Также, дорогие друзья, нужно понимать следующую вещь. Откуда вы узнали, что у вас есть тенденит? Если это поставленный диагноз массажистом-остеопатом без применения МРТ, это очень плохо, потому что тенденит-то вы будете лечить. И там описанное выше лечение, оно будет очень сильно загашивать воспалительные процессы. Но самый сложный сустав телечеловека – это как раз сустав плечелопаточный. Там может быть нарушение, огромное количество нарушений. И будет проблема, может быть, даже хирургического вопроса, который вы будете лечить такими вот химическими, так скажем, веществами. В чем смысл? Если это вопрос хирургического, механического вмешательства, вы до бесконечности будете себя заряжать. То есть у вас организм просто не выдержит этой химией, которой вы начнете грузиться. Потому что каждый рецидив, он проходит, как правило, чуть хуже, чем предыдущий. Если вопрос хирургического характера. Все вот эти повреждения суставной губы, стюард розы какие-то еще там. В общем, все это требует консультации с травматологом. Это вот с плечевым суставом очень сложно. Иногда травматологи отпускают и говорят, да, лечитесь без нас, это реабилитолог, это качественная медикаментозная терапия, и все хорошо. Иногда травматологи говорят, нет, здесь надо соперировать. Ну, травматолог должен быть, конечно, профессионалом своего дела. Естественно, это не дядя Вася, который на пенсии в алкогольном запое. Вот, но тем не менее, тем не менее, соответственно, нужно это. И самое главное для постановки точного диагноза, лучше посмотреть расположение костей. Во-первых, симметрию парных костей. Это тоже очень важно, да. Вот, все-все-все оцениваем. Не только, соответственно, иногда нужно оценивать там положение самих там плечевых суставов. Вот, нужно оценить положение ключиц, насколько они симметричны, да, то есть это все взаимосвязано. Так называемый постуральный баланс мы оцениваем. Положение плеч лопаточных, да, сегментов и так далее. Все это оцениваем. Потом сам плечевой сустав, мы оцениваем его целостность при помощи магнитно-резонансной томографии. И грамотному травматологу, как правило, нужно не только там описание просто, да, вот, посмотрел, кто-то вам написал, как выделить одно противовоспалительное и астероидное, и домой отправил. Он, конечно, будет смотреть, как правило, само МРТ, вот, и уже по снимкам МРТ принимать решение. Поможет вам только медикаментозная терапия, или, соответственно, здесь нужно хирургическое вмешательство. И если тандинит – это просто сопутствующее заболевание, какого-то следствия чего-то другого, что есть в вашем, соответственно, плечевом суставе, вы можете его расфигачить таким образом под конец, что уже никакие медикаменты вам не помогут, и вы попадете на эндопротезирование, чего устал. Поэтому с этим не шутите. Достаточно сделать МРТ, и, соответственно, там даже онлайн попросить любого грамотного травматолога посмотреть. Вот. Я не травматолог, если что, но если надо, там у меня где-то ссылочка была, постараюсь указать ссылочку, где можно это сделать. Вот. Соответственно, можно обратиться к травматологам онлайна, и они все вам посмотрят, сделают, даже напишут официальное заключение, что у вас там, при чем случилось, дорогие друзья. Так что будьте здоровы, помните, что вопросы дифференцированные анаболическими стероидами не решаются, они всегда решаются комплексно. Анаболические стероиды могут быть просто очень сильным, вспомогательным инструментом в рамках комплексного лечения ваших проблем, в данном случае с плечевым суставом и прилежащих мягких тканей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех вас жду, кто хочет поучиться на своих платных онлайн консультациях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok